всем привет вы смотрите и слушаете а может быть и не смотрите и не слушайте что очень очень зря крипто графический дайджест на канале крипто комманс под номером 40 объясню почему мы пропустили номер 39 все дело в том что с командой мы все-таки осилили новое расписание подготовки материала и прошлой неделе и позапрошлой фактически включили в одну теперь мы будем стараться и делать все возможное чтобы выпуск выходил до конца недели за которую мы и готовим и рассказываем материал соответственно цель выходить в воскресенье вечером но пока еще сейчас мы еще это полностью не осилили поэтому скорее всего вы увидите выпуск где-то во вторник самое главное это должно произойти до того как на hbo выйдет типа документалка про типа сатоши на кому-то сразу скажу тема хоть и хайповая и сейчас они не говорит только ленивый на самом деле не такая важная и объясню почему чуть позже но перед этим я расскажу вам о гораздо более важной теме и сейчас про нее подробнее и так чтобы не тратить ваше и мое драгоценное время сразу делу мы с вами сегодня рассмотрим 3 основные темы первая на мой взгляд самая важная которая прям вот крутится вокруг нас кружится и никак не закроется уже на протяжении трех лет до это разбирательство секс ripple это что сек как бы подала типа апелляцию в деле ripple на самом деле как и говорил в последнем ньюсблоке это вообще не апелляция это уведомление о том что они сами наберется намеренно подать апелляцию но в этом намерении даже нет намека на то с чем сек не согласна и здесь мы подходим к самому интересному дело в том что чтобы сек была не согласна и что-то там подкинул суду который обычно и разбирается и раньше разбирался сек раньше использовал инструмент который верховный суд сша прикрыл не буду говорить о чем это много раз об этом говорил потому что генслер и сек всегда в суду в суде оперировали двумя вещами первое то что суд пожалуйста разберитесь а второе мы считаем что они нарушили закон цен на бумагах предоставляя услуги или продавая незарегистрированные крипто ценные бумаги эта фраза напомню тоже уже неприемлемо не используется секс сама об этом даже сказала она об этом призналась в сухом остатке усек фактически остается два повода не согласится с решением суде туры с первое то что токены изначально по себе не являются зарегистрированными ценными бумагами и второе назначенный суд судом размер штрафа если с первым у генслера реальные проблемы потому что обосновать то что сам по себе токен является ценной бумагой сейчас у него фактически никаких нет шансов тоже не буду вдаваться подробности кратко просто расскажу хови тест фактически даже сам по себе говорит о том что нужно смотреть конкретный на случай в ходе теста в тесте в этом этом не сказано вот почему теперь его называют ripple тест потому что все таки судья пришла к чему что в отличие от ценных бумаг в токенах есть большая вариативность их конкретного использования и здесь важный момент том как и как конкретно как используется токен то есть случай не просто того что токен является сам себе токен ценной бумагой это не вариант а то что он в различных предложениях и условиях предложения может или не может являться ценной бумагой и это тоже сказал очень понятно фактически здесь оспаривать ну что можно оспорить что ну то есть сам по себе токен всегда является ценной бумагой тоже неправильно потому что если он просто выпустили он лежит и мы никуда его не продаем никому не продаем но какая-то ценная бумага вот фактически мы приходим к одному только размер штрафа но здесь нужно будет обосновать размер штрафа, потому что инвесторы якобы понесли потери из-за того, что там Ripple не встала на учет, не зарегистрировалась и предоставляла услуги по продаже, как бы, получается, не зарегистрированных ценных бумаг. Но здесь возникает суперинтересный момент. Инвесторы понесли потери, ну, потому что любые инвестиции — это всегда риски, а во-вторых, кто повлиял на рынок больше всего, как не сама SEC. То есть в сухом остатке инвесторы потеряли деньги не из-за того, что SEC, вернее, не SEC, Ripple, какую-то информацию не показала, не предоставила им. А то, что фактически SEC, начав преследование Ripple, вызвало негативную просадку рынка из-за того, что там, вследствие из-за чего токен XRP упал в цене. И здесь в теории SEC может выйти сама на себя в этой претензии, что основная причина — это она сама. В общем, в сухом остатке. Это такая Санта-Барбара, которая даже сейчас мне не позволяет предположить, что может реально в этой апелляции написать SEC. И что вот она может обосновать, и как она может обосновать с тем, что она не согласна с решением судей Торрес. В общем, Санта-Барбара продолжается, но это будет, мне кажется, даже интереснее, чем то сейчас, что я расскажу вам во второй новости, ну как бы не во второй новости, а во второй теме, которую мы сейчас будем с вами разбирать. Какие здесь выводы? Итак, первое. Апелляцию SEC скорее всего подаст, с большой вероятностью. Если этого не произойдет, вероятность такая есть, но очень маленькая. Я даже не представляю, каким клоуном будет выглядеть Гэнслер, но оставляю такую вероятность небольшой, потому что в целом все-таки это может быть. Сейчас объясню, почему. Теперь второе. Когда они подают апелляцию, что там может быть? На мой взгляд, одна, одна единственная, только сейчас там зацепка есть для SEC. Это размер штрафа, который назначила Торрес для Рипла. 125 миллионов. Это из-за того, напомню, что все-таки она посчитала нарушением закона о ценном бумаге предложение первичной продажи для институционалов. И здесь SEC победила в своей претензии. Эту сумму, конечно, SEC может обосновать, но для них здесь, дорогие зрители, есть очень большая опасность. Из-за того, что потери инвесторов, которые были вызваны падением стоимости токенов XRP, прежде всего это падение было вызвано действием самого регулятора. То есть не тем, что рынок как-то пошатнулся или из-за того, что Рипл не предупредил инвесторов, раскрыв не полностью всю информацию о себе. В принципе, то, на что и топит Генслер. Потому что его основная претензия в чем? Что, как он называет, открытие информации для инвесторов, да? Компании должны делать, они это не делают в полной мере. Вот. И в целом все. Вот, пожалуй, все. Выводы какие? Что мы с вами сейчас теперь с большим интересом ждем дальнейшего развития этой ситуации. В ближайшие дни мы с вами это уже увидим. Будьте начеку. И в ньюсблоке, который выйдет во вторник, мы с вами это уже все посмотрим. Потому что вторник, в принципе, уже станет предпоследним днем, когда СЕК может подать уже конкретную апелляцию, а не только какое-то пустое уведомление. Итак, движемся дальше. Забыл сказать важную вещь. Еще одним аргументом в пользу того, что политика регулятора является крайне противоречивой в отношении крипторынка, являются неперестающие внутренние конфликты внутри агентства. Мы это видели на слушаниях в Конгрессе. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите часть выступлений конгрессменов и вопросы, которые они задавали Гэнслеру. Видео есть и на CryptoCommons, и у нас на канале на BlaBlaCrypto. И второе, то, что уволился буквально за час до анонса о намерении СЕК подать апелляцию против Ripple, глава отдела по соблюдению правил СЕК. Не помню, как его зовут. Не суть. Это высокопоставленный чиновник, который уволился, не просто перейдя на новую должность, был повышен в должности, либо там был назначен на какие-то там другие посты. Он просто уволился. По мне, так это абсолютно явное подтверждение того, что он был не согласен с той политикой, которую ведет Гэнслер. Вот, собственно, и все. Вот теперь точно идем дальше. И вот здесь, дорогие зрители, мы с вами переходим, на мой взгляд, к самой хайповой теме криптомира за последние 10 лет. Ведь буквально завтра HBO выпускает документальный фильм, из которого мы якобы знаем, кто на самом деле скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото. А я вам скажу, что мы не узнаем. И знаете почему? Я вам сейчас это докажу. Как мы можем верить тому, что кто-то говорит, я Сатоши Накамото? У нас был пример Крэга Врайт, правильно? Он клялся и божился, что он Сатоши Накамото. Но, по сути, доказательство обратного строилось на том, что он не обладает никакими из ключей кошельков, которые теоретически принадлежат вот той самой группе первопроходцев, открывших для нас биткоин. Он не доказал. У него их нет. Теперь, значит, чтобы доказательства реально стали доказательствами, эти люди должны не просто сказать, да, вот мы Сатоши, вот у нас, пожалуйста, там есть доступ к форумам, допустим, учетным записям, от которых он писал письма, учетные записи от почты. Это все не доказывает, что они те самые Сатоши, потому что, ну, подумаешь, он в теории мог им взять и передать это все. Просто для того, чтобы совершенно абстрагироваться и, возможно, даже себя дополнительно закрыть каким-то еще вот этой прослойкой других людей. А теперь представьте в здравом уме, кто будет говорить о том, что, вы знаете, у меня есть там десятки миллиардов долларов, которые закрыты ключами, а ключи, ну, где-то у меня там спрятаны. Я не скажу ни в коем случае, чтобы у меня их не украли. Вы представляете, что, под какой риск этот человек себя на самом деле тогда поставит? Если он не просто так скажет, как, допустим, сказал Craig Wright, а если он действительно еще подтвердит какими-то действиями с помощью этих ключей. Не обязательно там эти ключи показывать. Он может сделать какую-то транзакцию с этого кошелька, либо он может просто подписать какое-то сообщение, вот как, допустим, мы интегрируем, не интегрируем, а авторизуем с помощью там веб-3 кошельков, да, там, то есть мы подписываем транзакцию какого-то сайта, который удостоверяется, что открытый ключ, публичный ключ, действительно принадлежит автору закрытого ключа. Так вот, никто в здравом уме никогда об этом не скажет. Даже если чисто предположить, что авторы этого фильма вышли на действительно прям сильно предполагаемых людей, которые являются вот этими вот, ну, входят в группу под псевдонимом Сатоши Накамото, они никогда об этом не скажут. Более того, никто в здравом уме никогда не пойдет на интервью или, допустим, будет участвовать в съемке фильма. Вы знаете, Сатоши так заскучал, что он решил сняться в фильме. Полный бред. Так вот, в сухом остатке, что бы там мы не услышали, что бы нам не сказали и какие бы железные доказательства нам не сказали, эти доказательства останутся лишь предположениями. Но это не станет доказательством того, что это действительно Сатоши. И я вам даже еще приведу пример. На самом деле, уже были попытки найти этих людей или человека, который за этим псевдонимом скрывается. И чтобы сэкономить ваше время, просто скажу, посмотрите Ньюсблок от 8 апреля. Он на CryptoCommons. Одна из тем, которые я там поднимаю, как раз является то, кто сейчас наиболее вероятно является кандидатом на участие в этом псевдониме Сатоши Накамото. Там, конечно же, никаких доказательств. Это, с одной стороны, может быть являться там теорией заговора. Но в любом случае, там есть довольно интересная аргументация, связанная с косвенными подтверждениями. Эти косвенные подтверждения заключаются в том, что как только участник начал ковырять возможных кандидатов, информация об этих кандидатах сразу была удалена с публичного сайта. Речь идет об участниках компании IBM, сотрудниках компании IBM. Но все, что попадает в интернет, как мы знаем, там остается. И подтверждение этого вы найдете на сайте WaybackArchiv, который говорит о том, что действительно на страничке IBM эти люди были. После того, как начали задавать вопросы, их оттуда убрали, потому что они там уже давно не работают. Это, опять же, ничего не доказывает, но косвенно говорит о том, что эту информацию просто не хотят педалировать, ее просто скрывают. Эффект с трейзинг, конечно, не произошел. Все-таки тема такая узкоспециализированная. Но все же это довольно занятно. Поэтому я уверен, что в фильме, который мы с вами посмотрим, я не сомневаюсь, что он будет интересным. Наверняка, да? Мы там узнаем какие-то новые вещи, какие-то, опять же, новые косвенные подтверждения, что вот, да, там эти участники ими являются. Но каких-то доказательств мы с вами там с огромной вероятностью не увидим. И последнее, что здесь хочу сказать. Автор фильма «Мани Электрик. Загадка биткоина» Калин Хоббак уже проводил похожее исследование, когда пытался изобличить участников группы QAnon. А в том фильме, если вы не смотрели, кстати, можете посмотреть, довольно интересный, никаких доказательств и признаний мы не услышали. Там были косвенные подтверждения того, что они являются участниками. Никто в итоге не взял на себя никакую неответственность, не признался, что он там был тем самым главным предводителем этой группы. Поэтому я больше чем уверен. При этом, кстати, фильм был действительно интересный. То есть он там имеет довольно высокий рейтинг. И в принципе усмотреть интересно. Поэтому я все-таки считаю, что то, что мы с вами увидим уже по московскому времени 9 числа в среду, будет действительно интересно. С очень большой вероятностью мы там услышим какие-то новые обоснования, доводы и, возможно, даже косвенные доказательства того, что вот эти люди являются как раз участниками псевдонима Сатоши Накамото. Но какой-то вдруг революции признаний мы там не услышим. И я считаю, это даже хорошо. Потому что если предположить, что эти люди будут изобличены, это ставит огромный риск для них самих, невероятный. И для тех активов, по сейчас текущим оценкам, ну как по текущим, по имеющимся оценкам, речь идет про 66 миллиардов долларов примерно биткоинов в активе. То есть 1,1 миллиарда, 1,1, прошу прощения, миллионы биткоинов. Вот. Это сумма, которая просто может в рынок, рынок, ну прям всколыхнуть и скорее всего в нехорошем свете. Кстати, возможно, у вас интересует вопрос, а как, почему посчитали это 1,1 миллион? Это же не один кошелек, это много кошельков. Так вот, в то время, когда майнились эти монеты, паттерн майнинга был довольно специфичен. Дело в том, что участников рынка майнищих монет было довольно мало. И вот по этим паттернам как раз и удалось сложить картину того, кто майнил на каких машинах, с помощью какого софта, в какое время. И таким образом пришли к выводу, что вот эти вот 1,1 миллиона биткоинов как раз являются биткоинами непосредственно группы людей, входящих в псевдоним Сатоши Накамото. Идем дальше. Третья и завершающая тема сегодняшнего выпуска это рынки. Техническим анализом я вас грузить не буду. Это прекрасно делают мои коллеги по цеху. Просто скажу, что биткоин сформировал на дневном таймфрейме очередной восходящий верх. Это очень позитивно, особенно после долгой череды нисходящих верхов и низов. Кстати, восходящий верх и низ до этого он также сформировал. А еще Солана продолжает отъедать декс объемы эфира. При этом сами декс объемы эфира также растут. У Солана, кстати, они в сравнении с эфиром уже перевалили за 50%. Это очень вообще прям плюс 50% к эфиру. То есть полтора раза это очень круто. В целом, наверное, это все. То есть, несмотря на то, что растябрь пока нас не удивил своим взрывным ростом, который мы все так ждем, потому что все предыдущие годы и циклы в октябре этот рост всегда вдруг происходил. Просто напомню, что я всегда об этом говорю, что рынок никогда не идет по ожиданиям толпы. А мы сейчас эта толпа его очень сильно ждем. Но посмотрим. Может быть, он нас еще удивит. Надеюсь, в хорошем смысле этого слова. И самое, наверное, последнее на сегодня это события, которые нас ждут на этой неделе. 8-9 октября пройдет в Амстердаме крупнейшая, ну, по крайней мере, очень крупная биткоин-конференция биткоина Амстердам и все самые интересные события, высказывания, заявления, запуски, какие-то анонсы, проектов мы вам обязательно расскажем. А еще 11 октября нас ждет отчет об индексе потребительских центров на рынке США, на основании которого в том числе ФРС и примет в дальнейшем решение о том сократить ставку ключевую или все-таки ее оставить, которая станет некоторым индикатором того, куда все-таки рынки нас заведут. С вами был Криптографический Дайджест. Увидимся через неделю. Криптографический Дайджест